А я забыла, какое пасть было. Почему Грузия? Не было даже дня, чтобы подумать о том, куда бы мы хотели поехать. Да, за нас собирали вещи, все делали за нас, поэтому... Поэтому нам купили билеты, мы просто сели в тачку прямо от ворот спецприемника и прямиком уехали в аэропорт. Чувствуете ли вы себя в безопасности после тбилисских событий 5 июля? Я могу сказать, что после России, мне кажется, я бы где угодно себя ощущал в безопасности, потому что одно дело, это какая-то гипотетическая опасность, другое дело, когда тебя буквально просто за тобой ездят на машинах, и постоянная слежка, и без всяких причин арестовывают и задерживают. Меня больше впечатлило не то, что произошло убийство, а то, что было после этого, что люди вышли на улицы, и было несколько тысяч человек, и они вышли все с радужными флагами, они протестовали. Это прекрасно, я считаю, это достойное восхищение. И я хотел бы здесь тоже познакомиться с местным сообществом и узнать, конечно, как обстоят дела изнутри, но в целом мне кажется, что здесь общество само по себе не домофобно, я так думаю. Тут я вижу, типа, свободных людей, обнаженных настолько, насколько они хотят быть обнаженными, и в этом смысле мне реально комфортно. Я понимаю, что до меня не докопаются за мои татуировки, за мой пирсинг, за мои голые ноги и так далее. В этом плане мне комфортно, да. Будучи гражданами России, ощущаете ли вы ответственность за внешний курс страны? Из-за того, что я себя супер не ассоциирую с той действующей властью, которая эта политика проводит, то лично я не чувствую ответственность. Ну, то есть, как бы, за себя, как и за гражданина, нет, потому что я не согласна с политикой, которую проводят те люди, которые сидят сейчас в российской власти. Ну, мы последовательно все-таки выступали, высказывались против российского режима и от него пострадали. Поэтому, я думаю, здесь мы можем найти точки соприкосновения с грузинским обществом. Прекрасно понять друг друга. Мне кажется, чувство все равно такой вины насаждается, типа, и ты, ну, обществом других стран, ты приезжаешь, и от тебя хотят, чтобы ты чувствовал ответственность за то, за что по сути. Ну, да, я даже здесь, когда я с кем-то здесь знакомлюсь, я всегда делаю такую, типа, ремарку, что я из России, но я против Путина. Приходится так говорить, да. По сути, мы же не выбирали родиться в России. Дальше, что мы выбирали, это выступать против режима. И это мы сделали. Мы делали все возможное, да. Мне кажется, да, это должно снимать какое-то счастье, и, точнее, вины в принципе не должно быть. Как вы попали в Пусси Райот? Я был человеком, скорее, аполитичным до того момента, когда узнал про дело Пусси Райот, про задержание. И у нас, ну, как мы знаем, российское телевидение, оно пропагандистское, да, и они сняли такой сюжет, очень якобы дискредитирующий Пусси Райот на телеканале. Вот, и я увидел то, что говорили девушки, и меня это очень впечатлило, потому что очень сильно отзывались в моем сердце эти слова. Расскажите, как вы испортили Путину финал чемпионата мира и день рождения? У нас вывешивали флаги на посольство, радужные флаги на посольство Британии, Америки, Канады и так далее. Потом в какой-то школе Санкт-Петербурга просто на флагшток вывесил тот из школьников радужный флаг, и его сняли, и директрисам сказали, устроили тут ЛГБТ-диверсию. Мне это так понравилось, что я решил, что мы должны устроить настоящую диверсию, и мы ходили ночами, выбирали места с флагштоками. Приметили один на здании ФСБ, на администрации президента, на министерстве культуры и так далее. Договорились с друзьями, и сделали это на день рождения Владимира Путина, 7 октября, просто утром собрались, нас было человек 15. В общем, идут просто рабочие по городу, а потом бац, и в 6 утра повешивают радужные флаги. После этого меня посадили в спецприемник на 30 суток, но я думаю, конечно, оно определенно того стоило, потому что это было, наверное, одно из лучших событий, которое случалось для меня в 2020 году, в прошлом. А год был довольно грустный. Прекрасный там стадион, финальный матч, сидит Путин. Сидят еще какие-то президенты, я не помню, сколько их там было. 7? Путин глав государства, по-моему. Да, и вот Путин как такой царь в своем царстве, принимает другие страны и случается важное событие. Да, легитимизируется тем самым, и случается важное событие. И тут какие-то люди как бы в его глазах это портят. Хотя на самом деле, если брать политику России, то понятно, что мы не испортили ничего, мы наоборот обратили внимание на проблемы, которые действительно есть. То есть не только на стадионы гигантские и возможность иностранцам пить пиво на улицах, да, на там тюрьмы, пытки. Ну, он даже леется, и так не третий, чем могут. С этими задержаниями четыре раза уже получается. Первый раз задержан в прошлом году. После этого нас с Никой задержали перед 9 мая. Это так называемые превентивные задержания, то есть чтобы мы ничего не натворили. Хотя, честно говоря, мы не хотели. После этого вот эти аресты на 15 суток, которые тянулись, ну, два ареста подряд, после которых мы и выехали из страны. Они создали свой этот злый, свой очень плохой режим, и они очень боятся, что он... ...малину. ...что он ругает. Потому что если несколько раз срабить на малину, то, в конце концов, вся малина окажется обоксом. Прости, я закончила своей метафорой. Ника, в одном из интервью ты сказала, что борешься со страхом при помощи акционизма. Как это работает? Чем дальше ты идешь в то место, откуда тебе хочется убежать, тем быстрее ты справишься с тем, что тебе хочется убежать из этого места. Именно акционизм, то есть когда ты взаимодействуешь с реальной большой страшной машиной, а ты сам себя туда кидаешь, и при этом ты знаешь, что ты и с точки зрения каких-то классных политических свобод, и с точки зрения искусства делаешь что-то крутое, то есть у тебя есть это понимание за спиной. Это помогает бороться со страхом. Чем опаснее, тем легче. Я не боюсь именно непосредственно самих задержаний, и самих полицейских, но иногда у меня просто наступают дни, когда такого детокса, когда я просто остаюсь один, лежу в комнате, ничего не могу сделать, и не захожу в соцсети, выключаю телефон, и просто прихожу в себя, набираю какой-то ресурс. Последнее время это участилось в России, но сейчас я надеюсь, что я приду в норму, и мне не будет так больным местами, как было в России. Почему Путин остается у власти? Его действительно поддерживает большинство? Путин, насколько я понимаю, он как бы как Сталин создал такую систему, где все силовые структуры, они все друг друга ненавидят. И так очень просто держаться у власти, когда ты сидишь вокруг, и ты единственный с вертикалью, имеешь влияние на всех, они не могут объединиться и взять влияние на себя, и тотальная атмосфера страха. И поэтому все работает. Часто ли вы сталкиваетесь с ненавистью обычных людей? Ну, типа. Мне часто пишут, что я тварь, и часто говорят об этом, но в целом, как бы, мнение этих людей меня не особенно волнует, потому что... потому что меня не волнует мнение людей, как бы, смысл жизни, которых сводится к тому, чтобы взять себе трешку в ипотеку, в видном, или еще что-то такое, да? А так вообще много поддержки и респекта за классные акции и просто за то, что мы делаем. За то, что мы есть, да. Да, нас задержали в Якутии, там полицейские отвезли нас в суд, они не знали, кто такие пусирает, и я сказал им загуглить, они загуглили и стали смотреть на телефоне прямо в суде с нами наши акции и с таким интересом, в общем. Как вы думаете, почему люди вас ненавидят? Потому что я другая, потому что у меня другие ценности, потому что я не думаю, что у меня часики тикают, и я должна, типа, ребеночка родить. Потому что я могу быть радикальной, когда я делаю какое-то высказывание, потому что я считаю, что, типа, цель в некотором роде оправдывает средства, и условно, если есть там какое-то общественное спокойствие на улице, если для художественного жеста мне нужно его прервать, то я это сделаю. Ну, типа, во-первых, у нас постсоветское сознание, и это, типа, зашоренность, не делай ничего, что не должно, там, да. Ладно, не буду говорить про скрепы, но все боятся, опять же, все боятся выходить из зоны комфорта, все боятся делать что-то не такое. А я считаю, что самое крутое это делать что-то не такое, вообще понятия нормы нету, и нужно просто быть максимально свободным и максимально чутко исследовать себя и окружающий мир для того, чтобы эту свободу во всем искать. Вот. Это вызывает у них страх, поэтому я тварь. Те, кто ненавидят, вас боятся? Кто люди? Боятся ли нас? Ну, знаете, мне кажется, такая штучка всегда боятся, типа, ну, есть дурацкая параллель, что художник, он как сумасшедший, или юродивый, или городской сумасшедший. Наверное, люди боятся того, чего они не могут объяснить. И не понимают. Ну, хотя я супер там против, опять же, этой романтической концепции. Художник это такой же человек, он просто чувствует время и так высказывается. Поэтому, я думаю, эти люди, да, боятся настолько в том, ну, только потому, что они не понимают. Всегда боишься того, чего не понимаешь. Как российские власти манипулируют ненавистью и страхом? Конечно, конечно. У нас же главный прикол, это то, что если, типа, показать кому-то ЛГБТК-флаг, то ребенок обязательно вырастет геем. Но мы же, как бы, все с вами прекрасно понимаем, что ориентация... Ну, у нас, в принципе, как бы ЛГБТК-деятельность приравнена практически к терроризму. То есть, эта тема настолько, ну, как бы, триггерная для нашей власти. То есть, они за счет этой ненависти они как раз себе и зарабатывают. В Думе, да, обсуждали это? То есть, сидят взрослые, типа, дядя и тетя, которые занимаются там внутренней внешней политикой. И такие, надо запретить мороженое с радугой, потому что все дети станут геями. Каковы ваши планы? Вот до этого была форма акционизма. Сейчас я лично за себя буду говорить, что мне кажется, акционизм уже немножко умер. Ну, в России-то он точно уже умер, потому что за любую штуку тебя сажают. Ты становишься, типа, крутым. Не потому что ты крутую акцию сделал, а потому что тебя посадили. Это глупо с точки зрения искусства. Субтитры создавал DimaTorzok